Хэй, ребят, перед началом видео хочу вам порекомендовать офигенную CSGO рулетку. На CSGO MIX доступны разные режимы. Обычная рулетка, лотерея, кейсы и просто торговая площадка. Есть хорошая возможность выиграть азимов, тайное оружие, статрак и дорогие ножи. Наверняка уже все твои знакомые играют на CSGO MIX. Ссылка на бесплатную демоверсию и сайт в описании. Всем халло, ребят, с вами снова я, Никитун. И в этом видео речь пойдет об озвучке в наших любимых видеоиграх. Все мы понимаем, что это одна из главных частей аудиосоставляющей. На самом деле атмосферность и игра актеров решает довольно многое. Но бывают случаи, когда... озвучка не самого лучшего качества. Ну или же актеры так фейлят, что... ну как-то стыдно снаются за них. Эти вещи я бы и хотел сегодня с вами обсудить. Не будем терять времени, погнали. Номер 11. Chaos Wars. Chaos Wars это тактическое РПГ, которое выпустили на второй Плейстейшн, эксклюзивно для Японии и Северной Америки в 2008 году. Кстати, об Америке. Игра обрела свою культовость во многом благодаря англоязычной озвучке. Дело в том, что руководители издательства O-Free Entertainment решили, что неплохо бы раздать все роли в игре своему родственникам и друзьям. Но, к сожалению, ни одного искусственного артиста среди них не оказалось. В итоге получаем великолепную озвучку игры. Вместе с ней Хиому, который очень хорошо читает текст. Или монстр, который кричит... Номер 10. Мегамэн 8. Восьмая часть Мегамэна для многих показалась далеко не самой лучшей игрой. И не только за отставшую от мерок первой Плейстейшн графику, или отсутствие геймплейных изменений, а за отратительную озвучку в английской версии. К примеру, Доктор Лайт, который говорит совершенно неразборчиво. Номер 9. Ласт Алёрт. Ласт Алёрт это довольно приличный шутер для конца 80-х. Что делал до озвучки? Ну, озвучка для 89-го года была впечатляющей. Но, к несчастью, требовала очень серьезные доработки со стороны тех, кто озвучивал. Большинство персонажей озвучено так, как будто озвучивали не шутер, а какой-то мультик. Но на самом деле у этой озвучки есть все-таки какой-то свой шарм и забавность. Ну, а еще, видимо, они нанимали Барни и Симпсонов для того, чтобы он озвучил персонажа. Клэй! Этот стелфбомбер находится в задней этой фактори! И, естественно, коренного азиата для того, чтобы он озвучил еще одного персонажа. Я думаю, что эти три не было для тебя. Позвольте мне быть твоим противником сейчас. Сарказм. Номер восемь. Династия Вориорс 3. Одна из вещей, заставляющая биться сердце быстрее в подобных играх, это момент, когда супермощный босс устрашающе издает звук скорого нанесения атаки. И у вас буквально остается пара секунд для того, чтобы что-то предпринять. В Династия Вориорс 3 вы можете встретиться с невероятно могущественным персонажем. И предупреждаю вас сразу. Не все смогут перенести эпичность произнесения слов. Так что смотрите вот на свой страхориск. Номер семь. Дип Фир. Мы любим жанр survival horror, прежде всего за нагнетающую атмосферу, проработанный эмбиент и саундтрек. Ибо именно эти вещи делают этот жанр по-настоящему устрашающим. В игре Дип Фир, что выпустили на Sega Saturn в конце 90-х, были огромные задатки на отличную игру. Но местами озвучка просто убивает своей абсурдностью. Нет, серьезно. Они попросили актер говорить такой интонацией? Номер шесть. Resident Evil. С чего бы начать, когда речь заходит об озвучке в Резиденте? Наверное, это одна из первых игр, положившая начало всяческим глупым жестом, типа нелепо двигать руками во время разговора или долгие паузы между разговорами. Каптан Уэскер, где Крис? Стоп! Не открывай эту дверь! И если собрать все косяки озвучки, то можно слепить 20-минутный ролик. Но делать я этого, конечно, не буду. Одним из самых мемных моментов был про сэндвич из Джилл. Нет, ну серьезно, смотреть на это без усмешки просто невозможно. Это было слишком близко. Соник Адвенча 98-го года полюбился многим геймерам благодаря графике и механике. Но вот вещь, за которую ее точно не похвалят, это ее озвучка. То ли записывали в кустарных условиях, то ли специально делали такой звук. Возможно, им стоило бы нанять актера постарше, купить оборудование. Хотя, кого я обманываю? Вы не поверите, но среди реплик есть... Пожалуй, это уже многое говорит об этой озвучке. Номер 4. Тэнчу Стеллс Ассэссенс. Кто ваш любимый второстепенный босс? Нитрус Брио? Селазар? Доктор Шэмп? Может, Психомантис? Почему-то я уверен, что не один из перечисленных. Потому что у босса из Тэнчу есть одна из лучших катсцен, что я видел. Я знаю, что ты хочешь. Ты хочешь стон. Это безопасно. Внутри моего беда. Какого чёрта он или она именно так говорит, останется для нас загадкой. Но постойте, стоит посмотреть дальше. You're not going to get it. И какого на заднем плане плачет ребёнок? Я же не один считаю, что тому, кто озвучивал этого босса, требуется присудить награду. Нет. Номер 3. Michigan Report From Hell. Если вы не слышали о предыдущих играх списка, то об этой японской survival-хоррор-игре кто-то из вас точно слышал. Окей, если и вы о ней не слышали, то приготовьтесь к полному трэшу. Потому что иначе описать происходящее в этой игре мне вряд ли удастся. Энд, Энд, Энд! Номер 2. Zelda Scrolls 4 Oblivion Давайте будем честны, озвучка обливианы во многих местах имеет пробелы, и иногда возникает ощущение, что игру озвучивает куча терминаторов. Но эту божественную мимику, я думаю, не стоит вспоминать вовсе. Но разработчики пошли дальше. В одном из диалогов с Dralor вы могли слышать весьма интересные для нас слова. Конечно, не будем забывать, что Oblivion – это чудесная игра. Но вы серьёзно? Забыть нарезать звуковую дорожку? Наверное, вы удивитесь, но подобное происходит чаще, чем вы думаете. Если честно, когда я впервые посмотрел видео с этой игрой, я не понял, что вообще там происходит, и почему персонажи озвучены таким ужасным образом. Нет, дело даже не в качестве, а в самих актёрах. Это были 11 фейлов, которые мне удалось разыскать на просторах нашего любимого интернета. Обязательно пишите в комментарии, если вы сталкивались с ошибками в озвучке или какими-то недоработками. Также не забывайте про главный стимул к созданию новых видео. Палец вверх. И добавляйтесь в друзья вконтакте, буду рад вас там видеть. Я регулярно пощаю там всяческие новости по поводу канала, видео и личной жизни. Что ж, спасибо, что досмотрели до конца. До скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok